Порядка 4000 человек могут попасть под анонсированную президентом Казахстана Касым Жамартом Такаевым амнистию. Принятие проекта закона приведет к следующим правовым и социально-экономическим последствиям. 1. Освобождение порядка 4000 осужденных 2. Прекращение уголовных дел и дел, не рассмотренных судами о преступлениях, совершенных до введения в действие данного проекта закона лицами, привлекаемыми к уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести, 3. Для отдельных категорий осужденных сокращение неотбытой части срока наказания лицам, говорится в концепции закона об амнистии в связи с 30-летием независимости Республики Казахстан. Законопроект предусматривает освобождение от наказания лиц, осужденных за совершение преступлений, не несущих серьезную угрозу безопасности граждан и государства. Под экономическими последствиями принятия проекта закона, по словам разработчиков, ожидается значительное улучшение уровня материально-бытового обеспечения лиц, не подпадающих под амнистию и продолжающих отбывать наказание, снижение плотности тюремного населения, наступление возможности улучшения норм медико-санитарных требований к условиям содержания. Улучшатся также условия работы администрации и сотрудников уголовно-исполнительной системы по обеспечению режима в учреждениях и другие условия их службы и социальной защиты. В результате принятия проекта закона станет возможным направить сэкономленные бюджетные средства на финансирование уголовно-исполнительной системы и внедрение международно-правовых стандартов, в том числе и к переходу к камерным типам тюрем, отрицательных правовых и социально-экономических последствий в случае принятия проекта закона не предполагается, заявили разработчики. Целями принятия проекта закона названа гуманизация уголовной политики, на основании принципа гуманизма, в связи с 30-летием независимости Республики Казахстан, полное или частичное освобождение от наказания, замена неотбытой части наказания на более мягкое или прекращение уголовного преследования в отношении индивидуально неопределенного круга лиц, а также снижение численности лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы и состоящих на учете службы Пробоцеи. В целом проект закона направлен на освобождение осужденных за совершение преступлений, не несущих серьезную угрозу безопасности граждан и государства, в том числе социально уязвимых категорий граждан, несовершеннолетних, женщин, имеющих несовершеннолетних детей, а также беременных женщин, участников и инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, пенсионеров, инвалидов и других, уточняется в документе. Напомним, 29 октября 2020 года президент Касым Жамар Такаев объявил, что в 2021 году по случаю 30-летия независимости Казахстана в соответствии с законом будет проведена амнистия привлеченных к уголовной ответственности за преступления, не несущие серьезную угрозу безопасности граждан и государства в целом.